Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить первые результаты внедрения нашей трехсистемной, трехэтапной, как мы говорим, медицинской реабилитации в Республике Тарстан. И на сегодняшний день, конечно, большая благодарность организаторам данного форума за возможность приезда на данный форум и подведения не только первых таких вот результатов нашей системы, ну и, конечно, по определению дальнейшего пути развития, внедрения тех форм по оценке эффективности онкологических пациентов, которые реализовали бы наши практические доктора на всех трех этапах оказания помощи. По актуальности и заболеваемости онкологических заболеваний, конечно, здесь такие статистические данные приводит и Всемирная организация здравоохранения, и четыре основных группы неинфекционных заболеваний, которые являются одними из лидирующих в смертности, в инвалидизации. Я думаю, здесь достаточно эта категория ясна. И на сегодняшний день по статистике не только данной организации, но и по данным Российской Федерации особенно хочется отметить такое заболевание, как рак молочной железы. На сегодняшний день мы как раз на этом заболевании делаем акцент, поскольку это наиболее часто встречающаяся патология, и она наиболее часто является обоснованием для направления пациенток именно на третий этап – на снаторно-курортное лечение. Ежегодно более соответственно в России 43,2 случаи в женщин с раком молочной железы на 100 тысяч популяций. И говоря о заболеваемости смертности по онкологическим заболеваниям в Республике Тарстан, она, в общем-то, соизмерима с данными Российской Федерации, и у нас Рустам Шнаймельевич является главным онкологом Приворско-федерального округа, он как раз сделал сообщение позавчера на эту тему. И говоря об этой статистике по Российской Федерации, в частности, и по нашей республике, молочная железа доля составляет 10,4 по локализации. И учитывая вот эти статистические данные и данные по заболеваниям женских половых органов, 9,4 в доле, как в структуре заболеваемости с злокачественными заболеваниями, мы сделали акцент как раз на этих основных заболеваниях. По нашей программе развития медицинской реабилитации снаторно-курортным лечением, у нас в Республике Тарстан принято до 2020 года. По постановлению Кабинета министров и выделены средства как в бюджетные, так и по системе ОМС. И ежегодно идет увеличение по объему финансирования медицинской реабилитации в рамках под программы 5 Республики Тарстан, которая показала, вот здесь не очень хорошо видно на слайдах, но она показала свою результативность. И в прошлом году уже цена вопроса, она выросла практически от 1,7 до 2,8 раз. По профилю нейрореабилитации у нас два уровня оказания помощи. Если по первому уровню оказания помощи цена вопроса 58 тысяч рублей по законченному случаю, то лица, прооперированные по поводу опухоли головного мозга, цена вопроса 78 995 рублей. Это же касается по профилю и периферической нервной системы, и опорно-двигательный аппарат двух уровней оказания помощи. По разнице составляет 56 тысяч рублей и 76 тысяч рублей. И по медицинской реабилитации, также по профилю соматическая, отдельно у нас выявлено по цене в рамках, соответственно, второго и третьего этапа оказания помощи. Это соматическая реабилитация по профилю кардиология, онкология и эндокринология. И, соответственно, также цена вопроса по дневному стационару составляет от 13 тысяч рублей в рамках соматической реабилитации, до 29 тысяч рублей. Говоря о системе трехэтапной, постарались мы все три этапа охватить нашу республику Татарстан. У нас 3,8 миллиона жителей в республике, и поэтому постарались все три основных, так скажем, вот эти регионы охватить для того, чтобы была максимальная доступность. По снотурно-курортному лечению у нас ежегодно выделяется порядка 128 миллионов рублей. По постановлению кабинета министров республики Татарстан, также все 16 снотурно-курортных учреждений, которые работают в данной системе, они покрывают нашу республику для того, чтобы минимизировать перевод пациентов, соответственно, на третий этап оказания медицинской помощи. Хочется единственное, что отметить. Вот когда мы проанализировали количество реабилитационных учреждений и медицинских организаций, которые получают лицензию, их получилось очень много на самом деле. И не во всех этих лицензионных выездах мы принимали учесть, даже скажу более того, из порядка 50 выездов реально привлекали нас, меня лично, всего два раза. То есть это как раз говорит о том, что на сегодняшний день очень многие организации дублируют просто получение лицензии на медицинскую реабилитацию, имея лицензию на физиотерапию, ЛФК, мануальную терапию, рефлекс-терапию. То есть не соответствуют во многих учреждениях вот те требования по медицинской реабилитации, которые в реалии жизни мы имеем. Поэтому здесь единственный такой момент, то есть эти частные, у нас санаторно-курортные учреждения не все относятся к Министерству здравоохранения, они большей частью ОАО, АО и так далее, и мы не имеем права их проверять настолько часто, насколько мы это имели бы возможность. Поэтому мы составили уже график на 2017 год, вторую половину на 2018 год с проектом выезда наших специалистов для того, чтобы оценить соответствие предъявляемым требованиям к тем реальным жизням, которые, в общем-то, санаторно-курортные организации претендуют. Потому что они сейчас тоже очень хотят участвовать в оказании медицинской помощи. Их тариф очень даже этот устраивает. Мы с вами знаем, что до прошлого года законченный случай в рамках Российской Федерации оставлял где-то в пределах 24-28 тысяч рублей. И хотя многие организации говорили, что это очень мало, ни одна организация не отказалась участвовать в тендере и минимизирует, соответственно, реабилитационные услуги, покрывая вот эту цену питанием и проживанием. Вот здесь, я думаю, такая вот ситуация, она, в общем-то, показала целесообразность выезда для проверки. У нас регламентированная маршрутизация по всем трем этапам оказания помощи. За каждым учреждением прикреплено, соответственно, реабилитационное отделение. Указывается в порядке профиль, название учреждения. И, соответственно, для того, чтобы минимизировать доступность, как я уже говорила, и для того, чтобы, соответственно, был контроль по этому маршруту. Соответственно, мы старались приблизить не только по технологиям, но и по плечу доставки. Но в качестве примера пациенты, прооперированные на первом этапе по поводу опухоли, например, головного или спинного мозга, доставляются в отделение медицинской реабилитации госпитал-летеранов воин города Казани, где также есть и третий этап, это дневной стационар. И, соответственно, пациенты, прооперированные в городской клинической больнице номер 7 города Казани, они доставляются при необходимости на третий этап в санаторий Ливаде. Соответственно, маршрутизация также онкологических пациентов осуществляет в зависимости от того, какой класс, какая патология. У нас также активно работает на протяжении более пяти лет это хоспис, оказание палеоативной помощи. Активно в эту работу включен Вавилов Владимир Владимирович, фонд созданный имени Анжелы Вавиловой. И также активно функционирует отделение палеоативной неотложной помощи на базе республиканского клинического онкологического диспансера, выездная служба, которая также оказывает необходимую помощь. Здесь чисто схематично представлена маршрутизация пациентов по этапам и по учреждениям оказания онкологической помощи. Говоря о коечном фонде, на сегодняшний день у нас 170 круглосуточных коек и 78 коек для детей. И, конечно, первый хоспис, который был открыт, это Рональда Макдональдс на базе ДРКБ. Это был как раз специальный дом на базе детско-республиканской клинической больницы. Это чисто меценатская была акция, и очень многие детишки рады, что это на сегодняшний день функционирует. Говоря о втором этапе, хотелось бы отметить, что наши целевые показатели по медицинской реабилитации, как раз о чем говорила Галина Евгеньевна, по охвату онкологических пациентов из числа всех заболевших за качественными образованиями, у нас в республике составляет 1,3%. Поэтому, учитывая вот эти все целевые показатели по направлению на второй, на третий этап медицинской реабилитации, когда мне спрашивают, а как мы считаем, ну вот здесь, в общем-то, не так, на мой взгляд, сложно посчитать. То есть есть количество заболевших, нам дает РКОТ, и вот Виктория Александровна как раз представляет, руководитель, который возглавляет реабилитационную службу в данном учреждении, есть количество принявших или получивших медицинскую реабилитацию в учреждениях. Вот хотя бы вот такие относительные коридоры по подсчету мы организуем, и у нас каждые три месяца абсолютно все лечебные учреждения, где открыто официально по УМС оказывается помощь по медицинской реабилитации, они нам предоставляют отчеты. Мы не включаем туда ни физиотерапевтические кабинеты, ни ЛФК, если они отдельно, то есть только те, которые оказывают услуги в рамках УМС. Соответственно, доли больных, которые получили реабилитационное лечение в 16-м, в 16-м году. И вот учитывая то, что Галина Евгеньевна как раз представляла эти слайды на Конгрессе, вот наша Республика Торстан с нашим охватом 0,19% в связи с этим, мы как раз и на этот год увеличили количество случаев по программе госгарантий по профилю онкология. И в этом году впервые мы увеличили до 584 случаев оказания помощи по профилю онкология. И на базе РКОД впервые также мы организовали оказание в рамках третьего этапа, это дневной стационар, и в рамках третьего этапа это частная клиника реабилитации, называется весна, тоже по профилю онкология. Говоря по первому этапу, как раз о чем я как раз вначале и говорила, то есть это протоколы в интенсивной терапии, нутритивной поддержке, Виктория Александровна этот раздел взяла на себя, она еще и руководитель отдела развития в РКОДе. И все те необходимые критерии оценки и технологии, прежде всего это по клиническому сопровождению психологов, это по применению лечебной гимнастики, спалата реанимации, это позиционирование в постели, которое имеет уровень доказанности, это все проводится под контролем как раз этого отдела. Говоря о Штатах, мы как раз об этом говорили на Конгрессе, то есть говоря о первом этапе медицинской реабилитации на базе онкологических диспансеров, необходимо отметить, что это соблюдение даже не столько порядка оказания помощи по медицинской реабилитации, потому что коек нет у этого на сегодняшний день отделения, это соответствие порядка оказания помощи по профилю онкология. Если мы сами откроем оказание помощи по онкологии, то мы увидим, что в этом порядке оказания помощи по онкологии прописаны и штатные единицы, и, соответственно, технологии. И вот согласно порядку оказания помощи по онкологии на базе РКОД, как Виктория Александровна и организовала это отделение, всего 925 штатных единиц, и из них средним персонал 375. Говоря о первых выводах, которые были сделаны на базе РКОД, это уменьшение когнитивной дисфункции, лучшие результаты при возможности привлечения родственников, ближайшего окружения пациента. И программа именно ранней реабилитации, начиная с периода реанимации, показала ее эффективность по снижению когнитивно-эмоциональных, послеоперационных осложнений у пациентов после полостных операций. По охвату медицинской реабилитации на базе РКОД, это прежде всего пациентки с постмастоктомическим, лимфатическим отеком, по профилактике ранних лучевых осложнений, переоперационным введением. И благодаря технологии FastTrack, 96% пациенток были переведены после операции без интупации в отделении мамологии. Говоря о втором этапе, организовано два отделения медицинской реабилитации с патологией ЦНС и ПНС на базе госпиталей. Чем уникален госпиталь? Имеется три отделения медицинской реабилитации. И буквально позавчера приезжал наш министр. У нас реорганизация будет учреждения. И, Галенгейна, можно вас только секунду? Позавчера у нас произошла реорганизация госпиталя. И у нас теперь будет не 250 коек, а 700 коек. К нам присоединили 16-ю городскую больницу и 11-ю поликлинику. Министр обещает, что будет финансирование, объединение трех поликлиник в окно в одну. Будет клиника, диагностическая поликлиника. В 16-й больнице было также лороотделение, таракальное, пульмонологии. И мы надеемся, травматология ортопедии, чего не было в госпитале. Мы надеемся, вот такой кластер в ближайшие два года зафункционирует. И, я надеюсь, с расширением коек также по медицинской реабилитации. По отделению соматической реабилитации 21 коека. С 1 января 2015 года 10 коек дневного стационара. Конкретно под профиль онкология. Количество принятых пациентов в это отделение после нейрохирургических операций, хочется бы отметить, что из года в год возрастает. И количество пациентов, которые прооперированы по поводу нейрофиброматоза, удаления мингиомы, вот за 16-й год уже динамика видна, насколько увеличивается онкологических пациентов, принятых на реабилитацию. В госпитале развернуто и уже практически 8 лет активно функционирует комплексная диагностика, предстально-безбарьерная среда, мультициплинарный подход и максимальное влечение пациента в 8-ми в процесс реабилитации. Говоря о доказательных технологиях, было по данным литературы указано, что именно мультициплинарный подход к ведению пациенток с ракомолочной железы уменьшает риск побочных эффектов. Программа реабилитации должна быть разработана индивидуально, должна быть повышена работоспособность наших женщин, снижение утомляемости, качество жизни, повышение. Методы, которые мы внедряем, они имеют уровень доказательности 1А1Б, это чрезкожная электронная стимуляция, функциональная электростимуляция. И вот по данным обзора, по доказательной базе, соответственно, применение программы реабилитации в условиях стационара не только улучшает физическую работоспособность, пациентов, снижает утомляемость, но и повышает качество жизни. Поэтому все технологии под, прежде всего, адекватные двигательные нагрузки, по вертикализации, по индивидуальным занятиям лечебной гимнастике, они представлены в наших отделениях, и, соответственно, эрготерапия с ее самыми обычными технологиями, которые доступны в каждом отделении. И вот как раз Елена Валентиновна говорила о том, что на сегодняшний день, благодаря пилотному проекту, удалось те тесты шкала, которые внедрены в наших отделениях, быстренько пролистываю, внедрить и в наших отделениях, и, соответственно, шкала FIM-VIFIEM после удаления опухоли спинного мозга, прежде всего с акцентом цели реабилитации на самообслуживании и повышении мобильности с оценкой по критериям МКФ, соответственно, без психологов никакая работа не была бы настолько эффективной, поэтому я очень к ним хорошо отношусь и считаю, что они основные, одни из самых основных мультидисциплинарной команды и самые такие обычные опросники, самочувствие, активность, настроение. И вот то, что нам предлагает Маура по реабилитационному диагнозу по оценке эффективности. Также после удаления злокачественных образований тазобедренного сустава, в рамках пилотного проекта по оценке ВАШ, Харрис, Аликена, шкала тревоги, технологии по пассивной и активной механотерапии после эндопротезирования, стабилометрия, стабилотерапия, отработка ходьбы, оценка эффективности до и после лечения. И, соответственно, основные технологии, которые мы используем в наших онкологических пациентах, благодаря тому, что было издание Библиотека практического врача под редакцией Грушины, то есть эти технологии мы также используем с еще и внедрением поляризованного света, общей магнитотерапии. В зависимости от того, какой ведущий синдром, боль, отек или тугоподвижность, мы используем данные технологии, которые являются наиболее эффективными. Но времени нет останавливаться, поэтому позвольте, я пролистаю только. Бесспорно, это лечебная гимнастика в лечении постмастоктомического синдрома с видеозанятиями, это оценка динамики окружности, рео-вазографии с целью улучшения оттока, ультразвуковая доплерография, как оценки, оценка нашими клиническими психологами индивидуальных и групповых занятий наших пациенток. И третий этап на базе клиники реабилитации «Весна», основные технологии, здесь на слайде у вас как раз представлены, Виктория Александровна у нас возглавляет данное отделение. На сегодняшний день 86 случаев женщин уже проведено в рамках ОМС. И возможности центра Иннополиса с его технологиями и, соответственно, дистанционно мониторированием благодаря Александру Викторовичу как раз эта работа у нас началась практически на этой неделе с функциональными блоками по различным нарушениям функций. И о чем хотелось бы просто закончить, что межведомственный контроль с оценкой реабилитационного потенциала на всех трех этапах и самое главное – это межведомственное взаимодействие между как раз Министерством труда и социальной защитой, учреждением Федерации профсоюзов, что позволяет обосновывать и тариф, и направление пациентов на медицинскую реабилитацию. Самое главное – достигнуть тех индикативных показателей по охвату реабилитационной помощи с натурной и курортной помощью в нашей республике. Спасибо большое. Спасибо.